Многие ли смогут поспорить с тем, что конный спорт – один из самых красивых видов спорта на планете? В минувшую субботу истинные любители конных скачек собрались на территории родника аула Бличепсин. Здесь прошел конный спортивный праздник. Данное мероприятие в Адыгее проводится впервые. Спортсмены из Адыгеи, Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев приехали, чтобы побороться за Кубок Республики Адыгея. Сегодня мы проводим региональные соревнования Кубок Республики Адыгея по пробегам. Соревнования проводятся впервые. Не только такого статуса, а вообще пробеги проводятся впервые соревнования. Организаторами является Комитет физической культуры Республики Адыгея, спортивная школа по конному спорту и также Кашхабльский район. В соревнованиях принимают 22 участника, 14 человек у нас выступают по 80 и 9 на 40 километров. Тот, кто стартует на 40, практически все спортсмены стартуют впервые. Для них это достаточно тяжело будет, потому что сегодня очень хорошая погода, но не всегда хорошая погода хороша для лошадей. Жарко, но у нас все организовано, водопой, то есть и уход за лошадьми, и ветеринарный контроль. Если лошадь будет чем-то не здоровиться, и всадник будет с лошадью исключен из соревнований, на первом месте ставим благополучие лошадь. Место проведения конно-спортивных состязаний выбрано не случайно. Достаточно много времени уделили поиску трассы. Возле Майкопа смотрели трассу в других районах. Очень много каменистых, мокрых трасс. И именно в Бличепсине мы нашли трассу, которая практически идеальна для проведения конных пробегов. Соревнования прошли на двух дистанциях, по 40 и 80 километров каждая. Спецификой данного вида состязаний стало то, что победитель определялся как по лучшему времени прохождения дистанции, так и по времени восстановления нормы физиологических показателей лошади после финиша. С учетом этих особенностей состязания проходили целый день. Мастерство оценивало жюри во главе с главным судей всероссийской категории старшего тренера сборной Российской Федерации по пробегам Руслана Гикеева. Это, кстати, соревнования дистанционные конные пробеги. На первый раз, исходя из того, что из моего учительственной практики, пробеги, они культивируются уже очень давно. Аж с 2002 года, фактически, на мировом уровне. И в Адыге проходят впервые. Организаторы молодцы, постарались хорошо. Участников всего где-то 30 человек. Для первого старта это очень даже положительно и отлично. Это дистанционные конные пробеги. Для того, чтобы выйти на международный уровень по дистанционным конным пробегам, для этого есть квалификация. Квалификация начинается с 40 километров. Всадник должен пройти два раза по 40 километров. Национальное соревнование. Два раза по 80. И потом уже выходить на уровень 100, 120, 160. В итоге азартных захватывающих скачек на дистанции 80 километров все призы заслуженно достались гостям из Кабардино-Балкарской республики. На дистанции 40 километров первое место также за гостями. А вот второе и третье места остались в Адыгее. Второе место было присуждено Базджан, Заура Балокова и Залобли Чепсин. Третье место завоевал Айад под управлением Заура Потокова из Шовгеновского района. Общий призовой фонд составил 160 тысяч рублей. Приступаем к самому главному событию – это награждение. Слово предоставляем главному суде соревнований Гекиеву Руслану Тазретовичу. Уважаемые товарищи, жители, спортсмены, руководство спорткомитета республики Адыгей. Мне очень приятно сегодня здесь, на этой земле благодатной, проводить соревнования. Очень такие самые развивающиеся сейчас в мире вид спорта – это дистанционные конные пробеги. Хочется вам пожелать, вам всем, чтобы это ваш первый старт, это начало, чтобы она не затухла, чтобы она продолжалась, чтобы она выросла в такие большие соревнования, чтобы мы хотя бы в гости приезжали здесь, проводили международные соревнования. Я вам от всей души этого желаю. Лошади у вас много хороших, люди очень адекватные. Я не слышал никаких акцессов, никаких возмущений. То есть я благодарен вот этой земле и вашему народу, и вашему руководству. Желаю вам, чтобы в дальнейшем проводить по части соревнований, и будьте счастливы, будьте здоровы. Хочется отметить участников, которые не попали в призы, но дошли до конца. Все-таки дойти до конца – это тоже какая-то победа. Кто первый раз вообще выступал, ну, молодцы, когда мы не сразу бежим на победу и на финале снимаемся, а когда мы стараемся, пробуем свою лошадь в таких условиях и доходим до конца. За успешный финиш награждается Бешнивов Беслан на лошади Золотой. Ятов Шамиль на лошади Лорд. Тимботов Адзор на лошади Разбром. Мурашим Афурат на лошади Эльбрус. Тимботов Адзор на лошади Эльбрус. Тешев Руслан на лошади Шелич. Ниров Алан на лошади Зурабни. Моисеева Юлия на лошади Стамбул. Почеткова Мария на лошади Аспарха. Дистанция 30, ой, 40. За третье место награждается Потоков Золуб. За второе место награждается Пашев Артур. Владелец лошади, тоже победитель. Шамилем 160 месяцев стартовали. А победителем стал Урчуков Заурбек на лошади Нериска. Дистанция 80 километров. За третье место награждается Маримов Эльдар на лошади Батал. За второе место награждается Жамбеев Салим. Это один из самых новых пробежников. А победителем становится Мизов и Смел на лошади по кличке. АПЛОДИСМЕНТЫ На дистанции 40 километров принимали участие 9 наездников, в числе которых принимал участие уроженец Саула наездник Пашев Артур. Отрадно отметить, что жеребец Мазджан занял второе место в забеге на 40 километров, отделив всего 7 секунд от первого места. Будем надеяться, что в следующих заездах... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ